Для клиентов мы всегда предлагаем сервис чуть выше, чем они ждут. А можно было так. У нас не низкий прайс, но он и не самый высокий. 1700. Ну, напомню, это город Казань. У нас есть стаканчики, которые мы не брондируем, но мы пишем на них приятные слова. Еще у нас есть такой прикол, что если ты выложил с лицом какой-то контент, то тебе будет скидка 5%. Я всегда думаю именно из этих соображений. То есть как мне сделать так, чтобы она рассказывала или он. То есть в моем случае можно сказать, что это легко. Но до этого, конечно, была проделана большая работа. Меня зовут Лаврентьева Алена. И сегодня про салонные бизнесы и о том, как продвигаться в социальных сетях в 2023 году. И секрет успеха заключается в том, что это постоянное развитие. Это в любом случае бизнесообучение. Это всегда много про сервис. Это много работы именно с персоналом. То есть мы работаем с администраторами, мы их обучаем. У меня есть там директора, управляющие. То есть у нас большая команда. И все, эта большая машина, она запущена. То есть она уже едет, и этот снежный ком не остановить. То есть в моем случае можно сказать, что это легко. Но до этого, конечно, была проделана большая работа. И мы много трудились, много просчитывали. Где-то ошибались, но в итоге есть результат. Для клиентов мы всегда предлагаем сервис чуть выше, чем они ждут. То есть цель превзойти ожидания. Дать немножечко больше, чтобы она сказала, ого, а еще и вот это. А можно было так. И она восторженная этим маленьким подарком, каким-то комплиментом. Ну вот плюшечкой, которую мы придумали в тот или иной момент времени. То есть это бывает сезонно. Она берет и делает фотографии, выкладывает в социальные сети, делится с друзьями. И, конечно, именно таким образом мы получаем еще больше аудиторию. То есть мы можем получить аудиторию каждого нашего клиента. Просто благодаря таким фишечкам. У нас есть стаканчики, которые мы не брендируем, но мы пишем на них приятные слова и пожелания. Что-то в стиле «улыбнись, ты самая красивая». Это будет самый лучший день и так далее. То есть она радуется, у нее поднимается настроение. Хотя это просто надпись на черном стакане, такая неоновая. Они фоткают ее, выкладывают там. А еще у нас есть такой прикол, что если ты выложил с лицом какой-то контент, то тебе будет скидка 5%. Вроде 5% это немного, но она это выложила и дала нам дополнительный охват. Я всегда думаю именно из этих соображений. То есть как мне сделать так, чтобы она рассказывала или он. На персонал у нас прям вот кастинг. И кастингуем не мы их, а они нас. Потому что когда они узнают, сколько нужно делать работы, по таймингу, по всем вот этим будильникам, там просто нет такого, что я сижу и жду клиентов. Конечно нет, у нас минимум 3 администратора в зале в смену, визитов порядка 100 за день. Ну понятно, да, какой это объем и что там нужно делать в этот момент. И большинство просто говорит, а нет, я столько не готова. И вот те, у кого мы кастинг прошли, они остаются, и мы уже начинаем с ними работать. Оказывается, если работать по скрипту, который мы им любезно создали заранее и написали, то продаж становится больше. Сразу видно, кто использовал скрипт, а кто нет. За выполнение плана, за количество записей, за отзывы, то есть за много чего они получают себе дополнительные деньги. У нас не низкий прайс, но он и не самый высокий. То есть у нас средний адекватный прайс. Ну потому что много сейчас салонов, да, у кого там чеки флещут в потолок, а клиентов нет. А у нас окон нет. А 1700. Ну напомню, это город Казань, то есть это не Москва. Но у нас еще есть дополнительные всякие предложения. То есть мы можем предложить и сделать параллельно педикюр, например, два в одном. Также у нас и мастера, и администраторы обучены говорить, а может быть мы сделаем брови, например, параллельно тоже, да, то есть то, что можно сверху еще туда. До продажи в виде уходовой какой-то косметики, крема, масла. Если это под направление, то там вообще поле непаханное, да, там столько всего можно предложить клиенту. И самое главное, что они же приходят с запросом, они хотят покупать. В моем мировосприятии, конечно, нужно знать индустрию изнутри. Но это только мое мнение, я могу ошибаться, но мне очень удобно, что я понимаю причину, там, недовольства клиента, если оно есть, да, то есть там почему отслоилось, что я могу их сама обучить, повысить квалификацию своим мастерам. То есть я, в принципе, этим и занимаюсь. То есть если что-то не получается, я просто отлавливаю, мы садимся, отрабатываем то, что нам нужно. Но надо понимать, что это не, ну, не девочкина радость, это серьезный взрослый бизнес. Это про деньги вообще-то, ну, секундочку. Ну, лично я там зарабатываю. Мне не нужен салон, чтобы там вот, ах, у меня салон. Нет, вот это не надо. То есть я считаю, что надо учиться салонному бизнесу, надо в нем разбираться и учиться даже не то, что там идите на какие-то курсы или что-то еще, а можно просто мозги использовать, ну, вот анализ. Достаточно легко, на самом деле, все в этом мире, если ты просто умеешь анализировать. То есть ты сопоставляешь какие-то факторы и думаешь, так, у меня было вот это, стало вот это, а что мне сделать, чтобы прийти сюда? И ты начинаешь продумывать.